Появление ребенка в семье – это великое счастье, однако не все дети рождаются вовремя. По статистике, каждый десятый ребенок появляется на свет недоношенным. Всего на нашей планете раньше срока рождается примерно 15 миллионов малышей. Причем 10% от этого количества не выживают. Это большая проблема, и чтобы привлечь к ней внимание, в мировой календарь вели Международный День Недоношенных Детей. Отмечают его каждый год в одно и то же время – 17 ноября. Мы уже можем им только помогать, чтобы с каждым годом наш зал все больше и больше пополнялся уже большими, подросшими, детками, которые сегодня приходят в гости к нам и радуют нас своими песнями, своими стихами, и доказывают нам, что мы не зря работаем, мы не зря отдаем свою частичку души, тепла, ну и свое здоровье для того, чтобы все у нас получалось. Традиционно в этот день проходят различные мероприятия с участием врачей и родителей. Краевая детская клиническая больница номер один уже не первый год становится инициатором и организатором мероприятий, посвященных этому событию. В этот раз в конференц-зале главного корпуса состоялась встреча специалистов с родителями, в семье которых родились недоношенные дети. Мы их и учимся выхаживать лучше, и оборудование у нас улучшается, и покупают новое оборудование. И первое. И второе. Мы боремся за качество жизни ребенка. Не просто сохранить ему жизнь, но чтобы он остался полноценным членом общества, чтобы он радовал своих родителей и в будущем был гражданином Российской Федерации со всеми вытекающими правами и обязанностями. Специалисты делились советами по уходу, лечению и выхаживанию ранних деток, которых принято называть «торопышками». Кроме информационно-познавательной части была и развлекательная. Для мам, врачей и детей выступили творческие коллективы. Также каждый получил подарок-талисман – медвежонка и зайчонка. После все смогли пообщаться в неформальной обстановке, делясь своими историями. Проблем, в общем-то, сильно нет, потому что врачи помогали, действительно. То есть выхаживали. Через два месяца мы выписались из больницы. Потом сами занимались с помощью врачей, опять же таки. Андрей Владимирович нас наблюдал. Сейчас медицина помогает, чтобы детишки были здоровы и могли продолжать жить полноценной жизнью. Медики напоминают, довольно часто ранних родов можно избежать благодаря правильному прохождению периода беременности. К счастью, во Владивостоке и Приморье женщины не обделены данной информацией. Существует множество тематических школ, на которых будущим мамам объясняют, как правильно подготовиться и контролировать прохождение беременности. И во многих случаях, если будет соблюдена такая техника безопасности, ребенок увидит свет вовремя, что существенно повысит его шансы на здоровое будущее. Дмитрий Беломестов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.